Пока Испания продолжает играть в молчанку, Турция, ЮАР, Сальвадор и Вануату перехватывают инициативу. Сегодня в выпуске расскажем о перетягивании иммиграционного одеяла, открывающихся, закрывающихся и чуть-чуть при открывающихся дверях. Здравствуйте, с вами новости Приан и я, Ольга Логовская. Начнем, пожалуй. Новости о закрытии программы золотой визы Испании определенно навели шума на прошлой неделе. Дата завершения опубликована не было, хотя слухи о том, что это все-таки произойдет в конце года, множатся. Программа будет на стопе, на паузе и фактически больше с территории Королевства Испании подавать на золотую визу мы не можем. Но пока что закон не подписан. В Испании иногда закон подписывают месяц, иногда подписание длится от 6 до 8 месяцев. По прогнозам многих в конце этого года, 2024, программа будет полностью закрыта. Что важно, на момент середины апреля люди продолжают подаваться на участие в программе. Более того, золотые визы выдают и сейчас. За первые два месяца 2024 года обладателями ВНЖ стали 424 человека. Все работает, миграционные юристы сопровождают документы. Программа, кстати, быстро рассматривается за 14-20 дней. Поэтому эксперты рекомендуют, если вы планировали принять участие, с этим стоит не затягивать. Безусловно, клиенты, которые уже находятся в стадии покупки, завершения сделки, до тех пор, пока закон не будет подписан, имеют полное право с территории Королевства Испании податься на золотую визу. Поэтому в этом случае единственный совет, который можно дать, это поспешить и действовать. Возникает справедливый вопрос. Если испанское правительство закрывает золотые визы, будет ли предложена какая-то альтернатива? Иначе получается как-то нелогично отказываться от серьезных ежегодных инвестиций ради туманной борьбы со спекуляцией. Вполне вероятно, да, новые возможности будут. Но пока никакой конкретики. В сеть просочилась информация о грядущих реформах всем известной программы финансово-независимых лиц. Ожидается, что сроки действия первой карточки резидента будут увеличены с одного года до трех лет. Появится право на работу и открытие бизнеса. Но пока старую добрую золотую дверь не закрыли окончательно, а новую еще даже не приоткрыли, предлагаю рассмотреть новые миграционные программы из Африки, Центральной Америки, Океании, да и не только. Что сказать, неделя была насыщенная. Начнем со свежих инвестиционных паспортов. Если вы любите теплую погоду и готовы к потенциальным жарким приключениям, то программа бесплатных паспортов Сальвадора придется вам по душе. Президент страны Наи Букеле заявил о своих планах раздать гражданство высококвалифицированным специалистам со всего света. В фаворе ученые, инженеры, художники и, минуточку, философы. Да кому нужен ваш Сальвадор, возможно, спросите вы. Местный паспорт дает безвизовый доступ по 137 направлениям, включая страны шенгенской зоны. Из минусов обстановка с безопасностью в стране не самая лучшая. С другой стороны, чем не приключение? Кокосами и какао завлекают к себе власть Ивануату. Страна открывает две новые опции паспортов за инвестиции. На этот раз – ключевые для острова сферы промышленности, производство кокосового масла и какао. Сумма инвестиций покрывает заявителя и семью до четырех человек. Для россиян и белорусов ограничений нет. Если вы цифровой кочевник, то для вас тоже хорошие новости. Турция открывает двери для диджитал-номадов. Для подачи заявки сначала нужно получить идентификационный сертификат, а уже с ним отправиться в турецкое консульство или визовый центр. Заявителю придется подтвердить годовой доход в размере от 36 тысяч долларов или трех тысяч в месяц. ЮАР тоже не отстает и запускает аналогичную программу. Только дороже. Гораздо дороже. Основное требование – трудоустройство на иностранного работодателя и доход от 53 тысяч 600 долларов в год. Но это даже не главная причина, по которой новую визу раскритиковали. Все дело в потенциальных юридических проблемах и проволочках для кочевников, которые планируют оставаться в стране меньше, чем на шесть месяцев. Все из-за плохо отлаженной налоговой системы. И вишенка на торте. В Европу станет проще переехать. Европейский совет принял пересмотренную версию директива о едином разрешении на работу и пребывание для граждан третьих стран. Главное изменение – вводится единый документ, который будет служить как видом на жительство, так и разрешением на работу. Сроки рассмотрения заявок станут меньше, а в случае потери работы можно будет сохранить свой миграционный статус. Но только если общий период безработицы не превышает трех месяцев в течение срока действия единого разрешения или шести месяцев после двух лет действия документа. О, и еще. С этим документом можно будет менять работодателям. Интересно, приведет ли это к появлению компаний, трудоустраивающих полуэффективно? Еще увидим. И время перейти к нашей уже ставшей традиционной рубрике «Объект недели». Предлагаю обратиться к Кипру. По словам профессионалов отрасли, стоимость недвижимости в Республике Кипр за последние три года выросла на 30%. И вряд ли цены упадут. По крайней мере, предпосылок нет. Кипр хоть пока и не входит в шенгенскую зону частью юрисдикции ЕС. Покупка местных объектов доступна для россиян и белорусов. И хотя в последние несколько лет процесс перевода денег усложнился, он все еще реален. Кстати, остров расширяет возможности ускоренного получения паспорта. На него можно претендовать по прошествии трех лет при выполнении ряда условий, в частности, знание языка на уровне B1. И придется доказать, что у вас есть жилье – в аренде или собственное. Кстати, об этом. Сегодняшний объект вполне подойдет для собственного проживания или сдачи в аренду. Это квартира площадью 61 квадратный метр в оживленном центре Пафоса. Комплекс состоит из 12 апартаментов. Внутри высококачественная отделка, полная меблировка, а еще много, очень много естественного света, благодаря окнам в пол. Цены начинаются от 245 тысяч евро. Ссылка на объект в описании к ролику. Там же смотрите и другие объекты Кипра. На этом, дорогой друг, я с вами прощаюсь, но не навсегда. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Кстати, на следующей неделе выпуск традиционно проведет Филипп Березин. Добра и мир в ваш дом!